Мне сдавалось, что я просто извечайно рассказала. Один, что может быть некий подход, так и больше родин, что не только моя семья, я рассказала мне какие-то ковалочки и про тех людей, которые вовли, оказали влияние на меня, в моем жительстве. И как они, ну, не к чинам, сформировали мне эту особу. Поэтому сегодняшняя презентация, живая книга, называлась «Моя портретная галерея». То есть некие как бы ковалочки и образы этих людей, с какими-то я сустремлялась в этих сетях. Просто, ну, в основном, конечно, это людей великих. Я просто хочу сказать, я не взялась за все это, и за узнагороду, и жюри за то, что я познала лепши. Мне, правда, в минулом ходе, тоже я первое место принимала в этом ходе, и вот читала верш Лиля. Я просто вспомнила, я в свое эссе уставила так само верши. Верши я верши не пишу у нас тут по этой есть, но бывая, пробивая меня, и вельми давно, когда мой сын еще был совсем маленький, и я хворела, и после я поехала до Бабули. До Бабули я вот, кто был, со мной говорила, это род зима Майгубайский, это Новый Свержень, Минская область, Столбцовский район. И вот мы там зим жили, меня Бабуля поила козинным молоком, как мне это молоко, не знаю, что это было, приносила его пушистым, теплым, и неким чином я вот так вот выжила, хотя бы она еще достаточно молодая. Ну, я прочитаю вверши, и, может быть, символизуя вот только валочек родимым. Хочу я в свержень, просит сын малый, Туды, где кружат над ракой буслы, Сбирающийся у сумны шлях осенние. Там кот ласюк, текуя мышь на сене, Звенит слонцук в колодеже у дворы. Там червонея громко мировина Перед маленьким дедовым окном, Мы смуток свой и боль туда везем, Сховать, как под великий камень мировина. Пройшел, чтобы сонож по луговине, Очистится росою и дождем. Притихли там на замчаще паданье, И я, дорослая, ухваляванье, Шукаю батьки молодого след, И бачу стежку, по какой мой дед Бег до бабули в летку на спотканье. Вот, великий вам взят.